Итак, оформление Инстаграм. Друзья, вы можете основной согласиться, можете нет, но мы с вами разобрали уже, как правильно оформлять социальные сети, основные правила. Оформление Ютуб-канала для продвижения бренда, оформление Фейсбука, ВКонтакте, тут очень много. Вот оформление Инстаграм, тут совсем мало, потому что сама по себе сеть Инстаграм, она больше про фоточки раньше была и сейчас плавненько переросла, немножко отделяясь от Фейсбука, но продолжает расти и здесь мест, где мы можем что-то о себе написать, где-то продвигать свой личный бренд, не так уже много. Но я читал огромное количество всевозможных гуру по продвижению в социальных сетях и пришел к одному выводу, который читается между строк везде. Если у вас будет классный контент, то вас будут смотреть даже без классных фоточек. Если вы классно будете заряжать, классно давать какую-то ценность, полезность, то будет все здорово. А если вы просто сейчас заморачиваетесь по оформлению, по обложкам, по каким-нибудь там, не знаю, фишечкам, рюшечкам, это ни к чему хорошему не приведет, потому что те люди, которые раньше использовали масс-клаакинг, масс-фоловинг, масс-там, не знаю, что-то еще. Массы-массы-массы. Они сейчас пытаются вас научить, как продвигаться в Инстаграме, хотя органический охват в Инстаграме – это прежде всего контент. Это прежде всего, когда люди начинают делиться вашим контентом. И если вы не будете давать качественный контент, люди делиться не будут. И, соответственно, вы будете покупать рекламу, покупать охваты. И это очень дорогое удовольствие, с каждым днем становится все дороже и дороже. Поэтому сейчас мы с вами разберем, я дам просто таких 5 советов, куда и как можно размещать информацию в Инстаграме, как правильно оформить Инстаграм. Сделаю вам некое такое эссенциаль из того, что я прочитал и вместе будем с вами продвигать. Я буду свой Инстаграм, вы будете свой, потому что у нас здесь продвижение личного бренда через, при помощи видео. Мы будем делать большой-большой блог. Если хотите, то присоединяйтесь. А сейчас 5 таких интересных советов. Итак, совет первый. Друзья мои, большинство, вот что бы кто ни говорил, большинство ваших потенциальных зрителей, ваших подписчиков, ваших клиентов, это большинство, оно всегда будет смотреть на ваш личный профиль. Соответственно, ваш профиль вот здесь, он, у него очень и мало места для того, чтобы донести информацию. Что я здесь предлагаю сделать? Вот у меня здесь, вот когда мы пишем, да, у нас название аккаунта, лучше, чтобы была ваша фамилия. То есть название аккаунта, чтобы была ваша фамилия, я вот назвал так, Некрашевич. Почему? Потому что Некрашевич 100, да, вот у нас получается то, что после слэша, да, чтобы было Некрашевич 100. Некрашевич был занят, а Некрашевич 100 по 100, в принципе, нормально, да. То есть, опять же, важно, вот название, чтоб была ваша вот сюда, то есть название то, что мы вот, если мы давайте так вот пойдем, чтобы вам было проще, то есть имя, вот имя аккаунта я назвал Александр Некрашевич. Но я потом подумаю, что может быть, я просто узнаю, можно ли написать эксперт по ютубу, либо эксперт по продвижению вот сюда. То есть, можно написать сюда или нельзя, непонятно, да. Имя пользователя. Сюда записал, тоже фамилию. Итак, пять советов. Большинство клиентов принимает решение на основе вашей личной страницы без обращения к вам. То есть, соответственно, мы же говорим про клиентов, не про подписчиков, не про лайки, а про то, что когда мы качаем свой личный бренд, в данном случае страница в Инстаграм, страница нашего профиля является также инструментом, инструментом для продвижения нашего личного бренда. Опять же, теперь пойдем давайте по блокам. Инстаграм сам по себе не так большой по этим, по возможностям. Соответственно, если мы переходим в редактирование профиля, то тут все просто. У нас здесь имя. Я пока написал Ислан Некрашевич. Почему? Потому что мы качаем свой личный бренд, от слова личное имя. Но здесь предлагают еще никнейм, название компании. Ну, хуже всего, что вы можете придумать при создании своего личного бренда, это сюда писать какую-нибудь там, не знаю, ахинею, вроде там бабочка, там семикрылка, там типа твой любимый гномик. Какая-нибудь такая ахинея. То есть, качать такой бренд, ну, такое себе, удовольствие. В чем еще мин? То есть, тут получается до тридцати символов. Я хочу сюда поставить в имя еще эксперт по Ютубу, но думаю, как к этому относится Инстаграм, непонятно, да, потому что я думаю, что скорее всего конкурента это будет не самое интересное решение. Поэтому я пока оставил так, написал Александр Некрашевич. Дальше. В имени пользователя я написал Некрашевич 100. Некрашевич был занят 100 по 100, у меня как бренд. Дальше. Поставил свой веб-сайт. И дальше о себе. Вот внимание. Очень важно. Вам необходимо попасть в это единственное описание, да, до ста пятидесяти символов. То есть, вы должны вложить вот сюда, в свое, вот в этот вот вкладочку, да, о себе, до ста пятидесяти символов. Почему? Потому что, когда вы, с вами человек знакомится, это очень мало, но здесь вы должны не о себе там, что типа там, мама двоих детей, счастливая домохозяйка там, пла, люблю готовить. Нафиг никому не надо. Вот поверьте, да, вот когда вам пишут, когда, когда вы клиент, вы приходите к эксперту, либо к тому, кто может решить вашу проблему, насколько вам интересно, что он там готовит, какую музыку слушает и на кого он подписан. Нисколько. Вам здесь пишите свое УТП. Канал на Ютуб под ключ. Девять лет практики. Отзывы. Обучаем работе с видео. Создание видео. Оформление видеомонтаж и продвижение видео. Вот это вы должны просто занести и показать, да, вот потому что это ваше УТП. Почему? Потому что это единственное рабочее место и я думаю, что это еще продвигается по ключам. По ключевым словам. Опять же, не надо туда личного. Туда надо должно быть то, что вы, какая-то польза. И это можно пробовать, можно тестировать. Увидели у конкурента что-то интересное, но лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Поэтому не изобретайте велосипеды. Дальше. Вот я на своем аккаунте размещаю видео, много видео, да, соответственно, обложечки, все. Они должны быть полезные. Но я больше, чем уверен, потому что я сам подписан на нескольких, на несколько десятков аккаунтов. И последнее, куда я смотрю, это смотрю на обложку. Почему? Потому что мне важна ценность контента. Какую ценность отдает мне человек. Понятно, что есть какое-то визуальное восприятие, то есть, но в этом случае вы должны для себя четко разделить. Один аккаунт вы можете сделать для себя, для своих там друзей, няшные фоточки, куда вы там кушаете, где пьете капучино. А второй профильный бизнес аккаунт, который, при помощи которого вы будете качать свой личный бренд. Вашим клиентам неинтересно, какое латте вы предпочитаете. Вашим клиентам неинтересно, где вы там отдыхали. Им интересно, чем вы сможете решить проблему. Соответственно, здесь вся эта история продвижения – это полезное видео с вами. Думаю, что был вам полезен. И вы это видео посмотрели, хотя бы взяли, хотя бы чуть-чуть один совет, и мы с вами прошли вместе. Но главная задача – это сделать так, чтобы ваш клиент сориентировался, ваш зритель, куда он попал и что вы можете ему предложить, и чтобы он это все понял или осознал за десять секунд. Если в вашем профиле надо разбираться, то переделайте его. Я буду тестировать свой профиль. Думаю, что был вам полезен. Смотрите наше видео. И следующее видео мы будем разбирать «Не допускаем ошибки в оформлении социальных сетей». Я разберу те ошибки, которые я делаю, вы делаете и делают люди, которые делают их вместе с нами. Пара-бара-бам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!